13.07 в Кирове на 101.fm программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня сегодня Константин Сичехин, член штаба Общероссийского народного фронта, член рабочей группы по контролю за ремонтом дорог Общественной палаты Кировской области. У Константина еще много общественных регалий, все перечислять не буду. Константин, добрый день. Добрый день. Мы на самом деле за эфиром уже начали говорить про дороги. И в эфире предлагаю продолжить. У нас сегодня дороги, питание детей в школах, взносы на капремонт жилья. И тема экологии. Ну, давайте начнем с детей, коль скоро есть свежие новости о том, что сорваны сроки ремонта столовых в двух кировских школах. Упоминалась вот школа номер 31 и школа 33. 34. Вот почему-то на нашем сайте, Эхо Кирова, два номера 33 и 34. То есть, правильно, 31 и 34. Так, хорошо, определились. То есть, сейчас в городе две школы с ремонтированными столовами. Да, да, да. Выезжали ли вы на проверку? Общались ли с руководством в школу? На вашем сайте написано, что Российский народный фронт взял этот вопрос под контроль. Да, конечно, выезжали в школу. Сегодня лично еще в 31 с утра выезжал в школу. Общался с директором школы по той ситуации, которая у них сейчас на данный момент сложилась. Посмотрел тот буфет, который они соорудили из класса. Почему? Потому что, ну, понятно, детям все равно где-то надо питаться, пусть они в сухомятку питаются. Да, да, ситуация неоднозначная. То, что я увидел, то, что та информация, которая у нас была в 31 школе, на данный момент столовая находится, ну, ремонт столовой менее 50% от всего проектной документации, которая заложена была, но той работы, которую надо было сделать, подрядчика там не видно, работы не ведутся. Ну, просто-напросто, как я понимаю, подрядчик слился сейчас с данного объекта, если вот быть таким языком. А в переводе на русский язык, это что значит, подрядчик слился? Ну, подрядчик, нет, смотрите, ситуация такая, что подрядчик выиграл контракт. Он в рамках контракта, он обязан был выполнить работы к определенному сроку, определенным объемом, да, на свои денежные средства. После того, как они выполняют работы, акты подписываются, денежные средства выплачиваются. Все вероятнее, как я понимаю, у него не хватило оборотных средств. Почему? Потому что, если в 34-й школе у нас уже, это один и тот же подрядчик, сразу говорю, если в 34-й школе практически работы завершены, на какой-то стадии уже завершения находятся, хотя там тоже есть недочеты, и тоже вопрос, подпишут, не подпишут ему акты, да, на выполненные работы, то в 31-й школе объемы работ, ну, 50% даже не выполнены того, что должны были выполнить, да, хотя контракты июня месяца, сроки контрактов был август месяца, работы не выполнены. Всего вероятнее, у подрядчика просто не хватило финансирования. Так вопрос, зачем он выходил на этот контракт, который мы хотим задать подрядчикам на данный момент, да, и вот как раз вот эти все моменты связаны с нашим 44-м ФЗ, когда недобросовестные подрядчики выходят на объекты, не выполняют работу, во-первых, цену роняют в рамках контракта, да, понятно, происходит какая-то экономия, но потом в рамках этой экономии страдают наши дети сейчас на данный момент, да, которые не получают должного питания. Ну, просто тогда возникает вопрос, стоит ли того эта экономия? Ну, я на данный момент считаю, что не стоит эта экономия. Почему? Потому что, когда идет вопрос между здоровьем наших детей и правильно выполненных работ, то экономии здесь не должно быть просто-напросто в априори. А будете ли вы общаться с подрядчиком, либо писать запросы в прокуратуру? На данный момент запрос в прокуратуру уже написан по обоим школам, а также написано письмо в администрацию по поводу разъяснения данной ситуации. Почему? Потому что, как нам известно, администрация, конечно, этот момент, если бы не общерсийский народный фронт и не опубличила эту информацию... Ну да, вообще-таки интересно, да, этим занимается ОНФ, но не занимается администрация. Да, как бы администрация этим вопросом занималась. Мы не говорим, что она не занималась, но просто, понимаете, они, как обычно, в своих кулуарах, в своих кабинетах, это тихонечко пытались этот вопрос как-то умять, как-то решить и как-то это сделать, да. При этом ситуация зашла до такого момента. Ладно, был бы сейчас август месяц, и мы бы с вами обсуждали, что с 1 сентября как дети будут питаться. А сейчас, на данный момент, дети уже питаются. И питаются таким образом, что, ладно, есть группа льготников, которым горячее питание подвозят в термосах, да и то это уже неправильно, да. А есть группа, основная группа, как говорится, детей, школьников, которая тоже требует горячего питания, которым, по сути, оно не предоставляется в том нужном виде и в том нужном образе, которым должно быть это всё. А именно, это столовая, это пункт общественного питания должен быть. Ну, вот смотрите, Константин, это как раз вопрос про 44-й федеральный закон, про тендерные процедуры и про падение в цене. Это же не единственный такой случай. Вот столовые, с дорогами примерно такая же ситуация. А что нужно изменить, по Вашему мнению, чтобы вот такого не происходило больше? Нужно жёстче подходить к выбору подрядчика, к выбору тех лиц, которые выполняют эти работы. Это надо, чтобы в рамках коррупционной документации, во-первых, было жёстче требования к персоналу. Вот что мы сейчас как раз и обсуждаем с фондом капитального ремонта. Почему? Потому что сейчас всем известно, что они будут тоже через аукционные, ну, через электронные торги проходить это всё. И чтобы не получилось так, что потом у нас выходит фирма «Рога и копыта», как называют, которые там один-два учредителя, один учредитель и в этом же директоре больше никого нету, да? И он же рабочий. Да, и он же рабочий. У нас же никто не запрещает в рамках аукционной документации прописывать там и справку с пенсионного фонда начисления на сотрудников, да? А любая добросовестная организация, которая работает на рынке, также и строительная, она имеет штат сотрудников, за которых она отчисляет в пенсионный фонд, потом отчисляет налоги. Эту всю информацию можно прописывать в конкурсной документации. Никто не мешает нашим доблестной администрации, заказчикам данную, прописать эту документацию и просто-напросто таким образом мы отсеиваем те фирмы-однодневки, которые на данный момент сегодня были созданы, вчера пропали, и данная работа, вот как она есть, чтобы таких ситуаций не происходило. Вот я предлагаю продолжить после небольшого перерыва. Я напомню, что это особое мнение Константина Сичехина, члена штаба Общероссийского народного фронта. Сейчас мы уйдем на небольшой перерыв и через минуту продолжим. Мы возвращаемся в эфир. Я напомню, это особое мнение Константина Сичехина, члена штаба Общероссийского народного фронта, члена рабочей группы по контролю за ремонтом дорог Общественной палаты Кировской области. Мы продолжаем протендерную процедуру в рамках 44-го федерального закона. Мы в первой части программы обсудили, что ориентироваться только на цену – это, наверное, неправильно. Как Вы считаете, может быть, нужно добавить какие-то, допустим, другие критерии и придать всем критериям вес определенный? Конечно, критерии основного – это наличие персонала, квалифицированного персонала в данных организациях. К этому надо подходить особенно, например, как сейчас фонд капитального ремонта по некоторым аукционам подходит, когда там заявляют, что на минимум 8 человек персонала, которые должны квалифицированы быть, это по проектной документации, о чем мы ранее говорили, к нам сейчас прислушивались как к общественникам, и сейчас мы видим какие-то уже результаты в рамках тех аукционов, которые даже фонд капитального ремонта проводит. Я считаю, что так и должно быть по остальным аукционам, где идет речь, во-первых, о финансировании федерального областного бюджета, там, где есть государственные денежные средства. По этим аукционам должны быть жесткие требования к тем, кто заявляется на аукцион. Таким образом, мы все-таки будем стараться отсеивать тех недобросовестных подрядчиков. Вы зайдите на любой аукцион крупной корпорации, российской корпорации, «Газпром», «Роснею». Которая прошерстит своих подрядчиков от и до. И просто-напросто любая ООО, которая вчера была создана, ей нереально туда заявиться. И брали бы пример, это недолго зайти на электронной площадке, посмотреть те аукционы, которые они выставляют, и как они требуются для подрядчиков, какие документы они требуют. Я думаю, тут бы тоже не каждый пошел на этот аукцион. Даже сейчас, с учетом нашей специфики по дорогам, уже идет информация, что на следующий год не каждый подрядчик захочет заявляться только то, что здесь присутствует общественный контроль. Вот, то есть ситуация, решение ее есть, и я думаю, что можно найти любое, и было бы желание. Ну, давайте вот про дороги с вами поговорим. Вы на прошлой неделе ездили в Верхнекамский район контролировать выполнение работ. Давайте начнем с того, какие объекты вы контролировали. Мы, так как мы ехали по автодороге, получается, там, Киров-Белохолница, Белохолница-Кирс, основное то, что мы решили посмотреть, это контракты, которые были с Белохолницы до Кирса. Да, и два контракта было, там 41-45, 41-45, километры 55-57, наверное, там несколько автодорог. Вот, как бы, посмотрели подрядчик, был авиат-автодор, посмотрели качество выполнения работ. Понятно, что с авиат-автодором мы никого не приглашали, так как ехали, просто вышли, посмотрели, да, по пути, посмотрели и поехали дальше, да. В Кирсе, конечно, мы рассматривали и контракт по содержанию дороги, который идет в сторону Лесного, да. И вот те дороги, которые ремонтируют в самом Кирсе, там несколько улиц, небольшие участки по... Это тоже содержание дороги? Да, нет, это ремонт дороги. Ремонт. Да, это ремонт именно, содержание, там, один контракт, здесь был один контракт по ремонту дорог, там, улица Концомольская и улица 1-го мая, если я не ошибаюсь, там, в районе заправки АЖС. Я, на самом деле, смотрела вчера сюжеты, которые вышли на нашем кировском телевидении о вашей поездке. Я ужаснулась, но прошу вас все-таки рассказать своими словами тем, кто этих сюжетов не видел. Что же вы там обнаружили по факту? Ну, как бы, все, что связано с автотрассой Белая Холмница-Кирс, все-таки там сделано качественно, сделано хорошо. Есть некоторые моменты, есть некоторые вопросы, которые мы сейчас в писемном виде отправим в Вятавтодор, и, чтобы получить разъяснение, но таких жестких нарушений, как бы, мы не выявили. Все, что связано с Кирсом и связано с теми контрактов, которые отторговывали в Верхнекамский район именно, да, вопросов очень много, особенно к контракту по содержанию дороги Лойна-Гедаева, где был отторгован содержание, ямочный ремонт, порядка миллиона рублей. Мы не пришли, пришли к выводу, данные денежные средства просто расходуются, ну, как сказать... Закапываются. Да, закапываются. С какой-то точки зрения есть халатность, да, просто-напросто к этим денежным средствам со стороны, может, администрации, может, еще там, лица, которые к этому относятся. Почему? Потому что, не понимая, зачем делать один километр, ну, там, не один, там, порядка десяти километров содержания ямочного ремонта, когда сама по себе дорога, ну, во-первых, дорога тупиковая. Идет в населенный пункт, где проживает сто человек, да, да, люди проживают, согласен, дорога должна быть надлежащего образа, да, но она сама по себе вся дорога в очень наихудшем состоянии, да, и мы пока доверились до того пункта, где якобы производился ремонт, мы неоднократно там попадали и в яму, жалко было, и транспорт, на котором передвигались, да, а когда мы приехали к этому участку, мы поняли, что, так, а почему же они не начали там с самого перекрестка, где поворот уходит на Лойна-Гедаева вот туда, ну, вот, почему они не начали, а именно вот взяли вот удаленный участок дороги где-то там в лесу и решили его отремонтировать. Когда этот вопрос задаешь администрации, именно тем лицам, которые составляли дефектные ведомости, составляя контракты, ответ только один, вот мы так решили, вот, хорошо хоть со стороны ГИБДД был дан четкий ответ, что там движется автотранспорт, а именно движется детский автобус, потому что учеников возят, да, что было какое-то предписание в свое время со стороны ГИБДД, в сторону администрации, что все-таки отремонтировать эту дорогу, да, как-то попытаться отремонтировать, но вопрос остается в том, а почему вот именно этот участок никто не дал ответ, почему так и почему этот миллион просто-напросто распнулся по этой дороге, которая просто-напросто незаметен, почему такой подход, я понимаю, денежных средств не хватает в любом бюджете и в бюджете Кировской области не хватает, так давайте к ним как-то относиться более, будем, качественно и более понятно, чтобы люди, которые граждане, когда ты тратишь этот миллион бюджетных денег, чтобы они видели, куда ты их тратишь, они просто расплываются по дороге, а потом мы ходим и отдаем отчеты, что мы сделали вот столько-то километров ямочного ремонта, люди должны это видеть, а вот там мы этого не увидели и в том качестве, как это сделано было, да, это же асфальт, который уложен в яму, ну, на данный момент его уже в этой яме нету, в этой яме существует, а рядом еще больше яма появилась, а дальше еще яма и яма, и по сути-напросто, ну, по нашему счету, этот миллион просто расплылся в этой дороге, бессмысленно было тратить эти денежные средства. А вот дорога, у которой сбоку обрыв, это где? Это, как бы, это ответвление маленько в другую сторону, сейчас населенный пункт не скажу, как он называется, это тоже дорога идет с Рудничного на Лесной, потом там есть поворот в сторону Леспромхоза. Но там тоже был ремонт произведен? Да, там они каждый год ремонтируют, там различные контракты, ну, небольшие контракты идут по этому участку, и дорогу это подмывают постоянно, да. Там просто обрыв с правой стороны, который не отделен? Там река рядышком, это постоянно осыпается, чтобы решить эту проблему, там, конечно, требуется более такой профессиональный подход, не со стороны администрации нанимать проектную организацию, чтобы они понимали, что там делать, да, потому что все это сейчас делается в рамках содержания, это просто приехал грузовик, вывалил туда мусор, там, не знаю, производственный, либо щебень, либо песок, и это просто-напросто подсыпается, но это все с ходом, ну, просто... Но это не решение вопроса. Нет, это не решение вопроса на данный момент, и мы, когда была комиссия, когда мы обсуждали, конечно, все пришли к выводу, что это не решение данной проблемы, все равно надо все-таки делать проектную документацию, как-то подходить более профессионально к этому, ко всему. И вот в ходе вот этого всего обсуждения мы пришли к выводу, что, вот это второй наш вывод, что профессионалов-то в администрации не хватает, не хватает тех лиц, которые могли бы четко и ясно отвечать на поставленные вопросы, Да, в рамках дорожного строительства. Почему мы сейчас и предлагаем, как рабочая группа, пора обучать наших госслужащих, которые работают в районах, и именно занимаются содержанием дорог, благоустройством. Да, город Киров, он может себе позволить какую-то целую организацию ДДХ, но район не может себе позволить привлечь таких специалистов. У них специалисты за благоустройство отвечают, и за дороги, и за строительство. И за детские сады. И за детские сады может отвечать. И по сути у него из всего образования, если крайне берется когда-то строительное образование, которое даже к дорожной отрасли никакого отношения не имеет, вот мы пришли к выводу, что надо обучать. Обучать чему? Чему? Ну, первым образом, это как правильно писать дефектные ведомости, это раз. Как правильно писать конкурсную документацию, это два. Потому что в ходе изучения конкурсной документации, которые у нас предоставляются, отторгуются в районах, ну, там просто-напросто все поверхностно, любой подрядчик в любой момент может с нее соскользнуть, и с гарантийного ремонта, и с качества выполнения работы. А где будете обучать, кто будет обучать? Вот сейчас этот разговор по поводу идет на базе нашего общего вуза, который сейчас объединенный, потому что они согласны, по сути, да, как бы сейчас надо понять, проработать программу, получить согласование со стороны и правительства Кировского вуза. А учить-то кто будет? Учить? Есть, есть. Есть преподаватели, у нас все-таки вузы... Преподаватели ВЯТГУ? Да, ВЯТГУ, у нас все-таки преподаватели, с нами же также преподаватели ВЯТГУ, Шамиль ездит, да, очень коэффицированный специалист, который обучает дорожной отрасли многих, есть практики, которые у них есть, есть кому обучать, просто было бы желание, называется, со стороны администрации районов направлять своих сотрудников на обучение, и было бы желание у правительства на данный момент проработать данную программу. Константин, хорошо, вот Вы приехали в КИРС, зафиксировали все эти дефекты, и, насколько я понимаю, Вы будете вставлять в общественной палате свою ведомость? Ну, как бы, это акт общественного контроля по данному участку, плюс у нас сейчас уже заканчивается основной акт, рабочая группа, которую мы выявили, нам сейчас подведение итогов в ближайшее время будет, и мы будем опубличивать у тебя такт и давать рекомендации администрации города, районам и правительству. Ну, хорошо, кроме того, что Вы эту информацию опубликуете, как дальше ее грамотно использовать, чтобы ситуация изменилась? Вы ее губернатору понесете? Конечно, не забывайте, что губернатор у нас в рабочей группе, он постоянно в курсе все эти ситуации, которые происходят по дорогам, куда мы выезжаем, и сам лично он неоднократно уже выезжал с нами. Вот, конечно, он за, за то, что происходит, и то, что в дальнейшем будет происходить, потому что улучшать ситуацию по дорогам надо, будет это в рамках общественного контроля, в рамках обучения, или еще каким-то образом, да, эту ситуацию надо улучшать на данный момент. И таким образом мы считаем, что вы за этот год, вот за этот период даже, не год, а за этот период, сколько мы существуем, мы выявили столько подводных моментов, да, которые просто-напросто, о которых не надо молчать. Вы-то сами где этому всему учились? Ну, я сразу говорю, я учусь по ходу, вот сейчас. Вы строитель, но не дорожник. Да, я не строитель, не дорожник, и без строительного образования, как многие говорят, какой ты специалист, да, в этом плане. С одной стороны, я согласен, из-за этого мы сейчас привлекаем, с самого начала стали привлекать специалистов из нашего вуза, да. Почему? Потому что, ну, иногда приходится очень тонкие вопросы обсуждать и в дорожной отрасли, когда даже и твоих знаний не хватает, особенно, когда ты с этим и не сталкивался, да. Но считаю, что было бы желание научиться всему можно. Понятно, что есть образование, есть дипломы, но основные азы, и то, что там происходит, что происходит в дорожной отрасли, и как это все строится, для этого не требуется большого образования, для этого нужно понимание просто-напросто. А все дальше, это уже должны специалисты этим заниматься. Есть лаборатории, исследования, специалисты, которые вот сейчас мы привлекаем в рамках исследований тоже, каких-то моментов, да, когда нам рассказывают, показывают, и плюс с лабораториями общаемся тоже, которые говорят и по качеству асфальта. Да, вот это, как говорится, опыт и время, главное было бы желание. А остального всего можно научиться. Вот так профессионально о дорогах. Константин Сечехин, член штаба Общероссийского народного фронта и член рабочей группы по контролю за ремонтом дорог Общественной палаты Кировской области. Это его особое мнение. Сейчас мы уйдем еще на один перерыв, и через пару минут вернемся. Особое мнение на 101 ФМ. Мы возвращаемся в эфир. Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня все так же Константин Сечехин, член штаба Общероссийского народного фронта, член рабочей группы по контролю за ремонтом дорог Общественной палаты Кировской области. Константин, давайте продолжим про вашу поездку в Верхнекамские районы, контроль дорог. Правильно ли я понимаю, что там ремонтирует дороги небольшой подрядчик, который точно так же выиграл эти лоты по 44 ФЗ? Да, основной объем на данный момент там берет небольшой подрядчик, ИП Гордымов такой, да. Он поначалу, когда мы ранее анализировали аукционы у него, это 2015-2014 год, понятно, что все аукционы были под малое предпринимательство. Да, было время, когда специально дробили лоты. Да, да и сейчас дробят, как бы, никто от этого не отходит, и в городе Кире это все происходит, да. От этого мы можем видеть с вами улицу Герцена, которую ремонтировали, чудо, в Усике. Да, улица Деяндяева и перекресток улицы Московской, проспекта Строителей, туда, в сторону Садако. Вот это расширение дорог, которое очень долго происходило, хотя аукцион был разыгран еще в самом начале лета, вот, и работы только-только вот недавно завершились, еще подписаны, не подписаны акты, пока неизвестно, да. Вот это как раз тот момент, когда мы говорим о тех подрядчиках, которые, по сути, должны существовать, но качество выполнения их работ очень сильно страдает, по сравнению с теми крупными игроками на рынке, как ГДМС, как Су-43. Вот. И в данной ситуации, да, конкуренция должна быть, но качество страдает. И вот опять подходить вопрос между качеством и, как говорится, конкуренцией на рынке, я бы выбрал лучше качество, чем конкуренцию, но конкуренция должна быть. Вот. И по Верхнекамскому району, да, вопросов к подрядчику много. Почему? Потому что есть неоднородные слои асфальта, есть моменты, связанные с поверхностью, неровности поверхности, потому что у него нет той техники, которая бы специализированная и современная техника, которая бы дала ему более качественную укладку асфальта. И ему приходится действовать тем, что есть на данный момент в его, как говорится, распоряжении. А как отреагировали чиновники в Верхнекамском районе на Ваш приезд? Ну, если все пользуются интернетом, все, наверное, видели, там есть видео, которое выложено, которое снимали, да. Конечно, позиция некоторых лиц для нас стала очень неоднозначна. Для нас это стало удивлением, когда нам там высказали такого мнения, что тут это заказное мероприятие, и вот тут под заказ кого-то приехали. Да, мы приехали под заказ бюджета Кировской области, если быть так проще, да. Почему? Потому что, извините, вы распоряжаетесь денежными средствами, которые вам выделены бюджетом Кировской области, и будьте любезны, правильно использовать эти денежные средства, и грамотно, и качественно выполнять те работы подрядчики, которые эти денежные средства используют. Да, мы приехали под заказ бюджета Кировской области, если так это сказать. Ну, потом-то в итоге договорились с этим главой администрации? Ну, не то, что договорились, с ним никто не договорился. Ну, услышали друг друга. Да, с ним никто не договорился, просто это мнение было, наверное, высказано им сгоряча в самом начале, потому что он понимает те моменты, которые происходят в районе. Живет он там не первый день, все-таки он оттуда родом, и он понимает, что там происходит, понимает, что нет бюджета, может быть, у него накипело, что он так думал, что его сейчас тут будут расстреливать или еще каким-то образом, да. Все-таки под конец он извинился за те слова, которые он сказал, да, потому что конструктивный диалог был, без всяких обвинений, конструктивно, да мы всегда конструктивно разговариваем, мы никого не обвиняем в данной ситуации, в то, что происходит. Мы просто ищем моменты, которые, в чем, во-первых, помочь нашим администрациям района, да, потому что, ну, если мы не будем сообщать и проблемы решать, значит, за нас никто их не решит, а сами они просто-напросто не смогут, с учетом того, что их сотрудники в некоторых случаях некомпетентны даже в этих отраслях, да. Из-за этого мы для этого и едем, и вот ближайшие едем в Кирово-Чепецкий район, а именно город Кирово-Чепецкий, это будет в эту же пятницу, будет рабочая группа выезжает, также будет осмотр дорога в рамках контракта 2016 года, также будет осмотр дороги в рамках гарантийного обслуживания 2015-2014, постараемся, годов получать. А с вами поедет в Рио губернатора? Пока не могу посказать вам на этот вопрос. У Рио губернатора график серьезный, как говорится, и поедет, не поедет, все будет от него зависеть. А он с вами, в принципе, хоть на одну проверку выезжал? Да, конечно, он выезжал не на одну проверку, мы постоянно с Рио губернатором ВКонтакте, да, постоянно отчеты по нашим повесткам у него на столе. А вы видите от него какую-то обратную связь? Конечно. Какую? Ну, во-первых, сам, как говорится, статус, да, то, что в Рио губернатор находятся данные... И является членом родной группы? Да, является родной группой, во-первых, это подход, с тем подходом, который к нам относится, да, в районах, потому что даже это же Верхнекамский район, собрались все, все к Колонну пригласили, никто не отреагировал отказом, все приехали, все были, все ждали, мы даже задержались на целых полтора часа, да, все ждали, все очень конструктивно с нами разговаривали, и какие-то моменты мы, как бы, ну, по крайней мере, у меня опыт уже большой, поездок в районах, да, и как бы мы видим ту реакцию, с которой к нам относится, вот именно в рамках этой рабочей группы со стороны администрации районов, со стороны городской администрации, ну, и правительство тоже. Константин, как Вы считаете, вот, нужно ли наказывать таких глав районов за халатность? Понимаете, как бы, наказывать, ну, если есть ошибки в работе главы района, да, либо его персонала, то, конечно, наказывать надо, чтобы неповадно было другим. Вот как наказывать? Ну, у нас, не забывайте, они, все госслужащие в рамках закона госслужбы, там, наказание, депримирование, еще каким-то образом, это все прописано. И тут уже, как их накажет вышестоящее руководство, конечно, не мне решать сейчас на данный момент, но это все можно, это все, как бы, не запрещается законодательством, если есть нарушение, если есть неответственный подход к работе, а в основном это такое происходит, просто-напросто, если назвать, таким, там, небольшой халатностью к той работе, к которой они относятся, непрофессионализмом, да, конечно, за это надо наказывать, просто-напросто, а как еще-то? Ну, гладить по головке за это, говорить, да, спасибо, и держите премию, когда у Вас там непонятно, что происходит в районе, так это, конечно, нельзя, наказывать надо, и без этого никак, чтобы людям было неповадно, что они, во-первых, они на госслужбе, правильно? Правильно. Они у нас на данный момент получают заработную плату, и каждый человек должен ответственно подходить к той работе, за которую ему платят, будь это глава района, главы администрации, либо какой-либо специалист, и каждый должен полностью отдаваться в эту работу, на которую они пришли, а иначе зачем Вы там находитесь? Просто-напросто Вы, как говорят, слуги народа, так будьте любезны отрабатывать ту зарплату, которую Вы получаете. Константин, вот если я все правильно понимаю, сейчас секретарь штаба Общероссийского народного фронта в Кировской области Роман Цитов ушел на другую работу, он теперь вице-спикер ОЗС, кто будет на его месте? Ну, по данному вопросу я Вам пока не могу ответить, кто будет, потому что это будет конференция, будет должность избирательная, да, кого выберет конференция, тот и будет. А кто избирать будет? Члены Общероссийского народного фронта, которые находятся в Кировской области. А Вы будете претендовать на это место? Пока на данный вопрос я Вам не отвечу. Ну, хорошо, ладно. А про капремонт ответите? С удовольствием. Хорошо. Была проверка здания на Карломарце 62, это жилой дом, вот буквально здесь, недалеко от нас. Я уже прочитала на сайте, что, в принципе, Вы остались довольны итогами проверки. Да, давайте немного подробнее, что там ремонтировали, что Вы смотрели, что Вас порадовало, что не порадовало. Карломарце 62, как бы, показательный капитальный ремонт. Почему? Потому что, во-первых, подрядчик добросовестный, очень душевный, можно так сказать, подошел к этой работе. Да, конечно, очень многое зависит от того, кто его контролировал. А его контролируют жильцы, которые избрали старшего по дому, да. И она просто-напросто контролирует. Она ходила по пятам, смотрела, как они... И стояла у них над душой. Да, она стояла над душой. Да, это правильно. Почему? Потому что нет контроля, нет качества, я так это считаю, да. Будет так же и по дорогам, так же и по капремонту, да по любой работе, так же и со школами. Было бы контроль, было бы качество. Вы меня извините, то есть на организации, которые профессионально занимаются этим, надежды нет. Ну, надежды, все тоже зависит от сотрудников, от директоров этих предприятий, да. Вот. И в данный момент мы как раз увидели то предприятие, которое, можно сказать, когда и директор подошел с душой к этой работе, да, он понимает, для кого он делает и как он это делает. Понятно, что здесь, как говорится, любое предприятие нацелено на прибыль. Понятно, он и получил прибыль какую-то, да, в данной ситуации, но то, как отнеслись к работе в этом доме и как подошли к работе в этом доме, да, можно сказать, твердую четверку можно поставить. Понятно, что до пятерки там далеко еще, да. А чего не хватило до пятерки? До чего не хватило до пятерки, это, как это я вам могу сказать, в данной ситуации, пятерка, если дом был новый после капитального ремонта, да, та работа, которую они выполняли, было бы идеально. Конечно, мы недостатки нашли. И вот за эти недостатки и снижается, как говорится, балл, да, там связано... Ну, что вы нашли, какие недостатки? Ну, по электрике мы нашли на недостатки, кто видел репортаж, тот видел в том моменте, в котором есть. По некоторым, по сантехнике некоторые моменты мы нашли. Но с каком пониманием к этому ко всему подошли, да, и как это все сделано, да, сделано качественно. Пока вопросов нет в том, что поменены все и счетчики, и теплоузел, и все, что там связано. Вот. По электрике поменены там и автоматы, и сама электрика, и новые ящики сооруженные, да. Да, это все сделано. Вот, по сравнению с тем, как мы видели, даже этот же мусор, ну, строительный мусор был убран, что мы в основном практически везде видим, где строительный мусор оставляют. Что уже само по себе необычно, да? Да, это уже само по себе необычно. Тот подвал, который чистенький, ухоженный, как говорят, да, вот, а не в тот подвал, в который мы спускаемся, где там вода бежит, тут же стены не отштукатурены, не покрашены, это же сырость, это же плесень, да, тут же новые работы произведены, это же труба уже не заизолирована, здесь это все заизолировано, да, она уже тут же ржавеет, и вот, как говорят, сравнение с тем капремонтом, который мы наблюдаем постоянно, да, и тот капремонт, который мы видели вчера, те работы произведенные, ну, внушают доверие, что все-таки программа по капитальному ремонту, она нужна для людей. Если это так будет делаться в дальнейшем, и такие круги, даже твердые четверки мы будем вставлять в ходе проверки, это большой плюс будет не только для нас, как для общественников, но и для граждан, которые проживают в этих домах, которые понимали, что не зря они платят за фонд капитального ремонта, и не зря повысили тариф. Ну вот, я, кстати, на вашем сайте вчера прочитала два антипримера, это капитальный ремонт на красном химике, красной звезде, где сняли слой утеплителя, банально, у нас, к сожалению, нет сейчас времени об этом поговорить, у нас осталась одна минута, поэтому давайте коротко про повышение тарифа. Не намного повышают? На 80 копеек больше, чем сейчас? Да, 10-11% получается. Ваши отношения? Так это правильно. Наши отношения, вот мое личное отношение, как члена общественной связи, это правильно. Почему? Потому что без этого никак на данный момент, да, повышаются цены, повышаются цены на строительные материалы, и все-таки тариф надо повышать. Почему? Иначе мы увидим, когда, если мы не будем повышать тариф, мы просто-напросто увидим недоброкачественных подрядчиков, которые будут выполнять эти работы, и с некачественным материалом. Ну вот я предлагаю на этом закончить. Это было особое мнение Константина Сичихина, члена штаба Общероссийского народного фронта и члена рабочей группы по контролю за ремонтом дорог Общественной палаты Кировской области. Я благодарю вас за эфир. Спасибо. Спасибо большое. Особое мнение.